приехал человек семьей здрасте как зовут валерий я приехал из москвы как давно здесь канкун мы прилетели 10 дней назад отдыхали купались на море общее впечатление об этом месте мексика ну плане канкун очень хорошее место мне понравилось тропики приятный климат очень благоприятно для здоровья но очень приятные на самом деле мексиканцы сами дружелюбные не встретили мы здесь никакой волны враждебности или еще что-то бандитизма страшного как описывает везде все достаточно комфортно и приятно для отдыха понятно вы сюда сколько сколько людей семье сколько человек я моя жена и трое детей понятно мы кстати уже общаемся давно да уже около двух лет двух лет уже знакомые до около двух лет и собственно все равно дорога привела сюда на мексику по ценам по ценам но город курортные можно сразу ориентировать но я скажу сразу что здесь дешевле отдыхать чем сочи и в крыму однозначно даже с перелетом понятно по поводу работы с нами в масса масса с московским офисом но сразу хочу сказать что у меня был печальный опыт обращение в посольство сану лично самому что привело к печальному результату и по визе по всем остальным вещам поэтому я решил обратиться к илье компании атлант ну естественно всем советую тоже обращаться к профессионалам потому что есть такие тонкости о которых вы можете даже и не и не знать и не не задумываться которые вас могут привести в тупик жизненный и вы отдадите 10 раз больше да кстати сейчас как раз рассказывал валерий по поводу того что большую часть наших доходов компании мы тратим на судебный прецедент на переводы документов с которыми справляются не все переводчики потому что это очень серьезные английские например там вот за 32 листа 32 листа то что изменилось то что генеральный прокурор джефф сэшнс внес в судебный прецедент 2014 года когда женщина из сальвадора приехала и подала на убежище проиграла иммиграционный суд оказалось ее адвокат подал апелляцию это потом вошло в сборник судебных прецедентов 32 листа мы переводили 10 дней там очень трудно и английский ребята за этого да действительно нам это интересно у нас наверное материалов уже больше чем у американских адвокатов которые также пользуются этими материалами актами перевести обычный акт из закона гражданства иммиграции это несложно а перевести судебный прецедент это целая история которые сейчас лежат в основе положительных решений по иммиграционным делам по направлениям кейса и так далее валерий последний вопрос что хотели передать тем кто сейчас в россии вот собирается эмигрировать через убежище в этой стране через мексику кто решительно настроен всем советую делать решительный шаг в жизни потому что ситуация в стране меняется и меняется в очень худшую сторону вы видите это все на ю тубе на улицах коррупция повышение цен пенсионный возраст это все на виду поэтому те кто у кого есть прецедент и кто хочет поменять страну место жительства я рекомендую всем не задумываться принимать решительные шаги потому что время уходит да ребята мы сейчас переходим на вторую часть сразу скажу что то что вот мы обычно делаем вторая часть это не идет в интернет это лично для использования обычно это используют те кто помогает сша это друзья это родственники это те кто выступает в качестве поручителей мы даем контакты адреса правозащитных организаций естественно правозащитных организаций нужно за как-то заинтересовать они не будут вчитываться в длинные длинные истории им нужно кратко им нужно желательно чтобы они это видели чтобы им это было интересно это будет бесплатная юридическая помощь таких организаций в сша около двух с половиной тысяч там где ребята которые закончили юридические вузы которые которым нужна практика они готовы помогать ну это америка просто нужно заинтересовать да некоторые моменты по телефону решить нельзя мы обычно говорим там ребят берите историю берите видео переведенное на английский язык идите туда-то туда-то и там вам помогут так мы переходим на вторую часть